Зима выдалась снежной, из-за чего опасность выхода рек в половодье возросла. Чтобы избежать серьезных последствий, коммунальные службы МЧС и администрации районов уже начали подготовку и проверку спецтехники, а также чистку каналов для отведения талых вод. Игорь Кранцев убедился. Вокруг еще лежит снег, а сотрудники МЧС уже готовят технику, в том числе и лодки со спасательными жилетами. Предугадать ситуацию довольно сложно, но к возможному подтоплению нужно подойти во всеоружии. Уже по традиции в первые дни календарной весны не только технику осматривают. С водителями обсуждают совместные действия в той или иной ситуации. При необходимости вся эта техника будет задействована в любой точке Левобережья. Если город берем, если у него канализация не справлять, то есть у нас здесь, в Новом городе, традиционно подтапливается, соответственно, улица у нас Ленинского Парсамола, где пересекается с Филатова. Там была ливневка сделана, но тем не менее, если упустить этот момент, сразу не промыть и не сделать, чтобы вода уходила, могут быть подтопления. Только в Ульяновске и пригородах в зону возможного подтопления от паводковых вод попадают 123 частных дома. Но опасность представляют и талые воды. В Ульяновском районе, неподалеку от села Крутояр, чистят от снега водопропускные каналы. Это место в числе потенциально опасных. Трасси, под которые проходит канал, уделяют особое внимание. Всего в регионе более трех сотен подобных мостовых переходов и почти 4000 водопропускных труб. Здесь в пару километров деревня Русская без деньга. Здесь находятся озера, пруды, озера. Не знаю, как правильно их назвать. И это было летом, не выдержала дамба. И там полностью смыло. Полностью. Ведь деревня была несколько дней отрезана от мира. Там сейчас мост установлен. То есть есть вероятность, что и весной может что-то подобное произойти, если не убрать? Ну, конечно, да. Поэтому мы и проводим плановые мероприятия противопаводковые. К возможным паводкам подготовили более 600 единиц различной техники. Численность специалистов, которых могут задействовать для ликвидации ЧП и их последствий, около 6000 человек. Противопаводковые меры на особом контроле у властей региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова